Ну что же, привет дорогие друзья и продолжаем проходить первую готику. Доспехи мы сдали, точнее панцирь ползунов на доспех мы сдали. Давайте поспим до утра и займемся добычей улу-мулу. Так как доспехи нам не быстро изготовят, можно заняться и другими вещами. Так, нам нужно в болотный лагерь. Такой прекрасный и приятный дождик. Торговец у нас появился, нет. А с кем еще здесь можно интересно поторговать, вот я не помню. Кроме как на маленькой кузнице. Что ж такое-то? Ну почему здесь такое управление странное? Наша духовная сила, чтобы люди не смогут лагировать. Болотажор, балотажор. Нам нужен болотажор. Люди не смогут лагировать. Ведь это же должны были предвидеть разработчики, что мы можем выкосить всех животных. Для получения опыта. Если нам понадобятся с них какие-либо ингредиенты, то все-таки надо их как-нибудь восстановить. При получении нужного квеста. Ну, либо хотя бы одного-двух добавить. Тут уже и не вспомнишь, кому ты все добытые трофеи продавал. Есть. Хотя бы один, но появился. Отлично. Два даже. Справа еще один есть. И опыт, и нужные нам реагенты. Два. И новый уровень. Отлично. Еще один. Я думаю, тогда тролль и другие животные, которые нам нужны для Улу-Мулу, тоже резнулись. Так. Мраколец, или как там? Как там котика-то называли? Я думаю, он тоже резнулся, и нам нужно будет землетворить. Иди сюда. Есть. Эту гадость мы собрали. Все, болтажеры больше нигде не резнулись. Я думаю, две штучки нам будет достаточно. Теперь отсюда бы выбраться. Так. А ты что за постамент? Странный постамент. С черепками. Так. Ну, вроде бы я больше болтажеров не наблюдаю. Отлично. Лечебное зелье, он сказал, чтобы уму в землю хорков и на нищие. Язык угненной ящерицы. Да, угненные ящерицы у нас были рядом с болотным лагерем. И на землю хорков одна ящерка бегала. Только как вот с той толпой теперь нам справиться. Так, давайте тогда к некроманту слетаем. Там посмотрим, резнулась ли данная ящерка. Если не резнулась, то пойдем уже на берег рядом с болотным лагерем. Семь. А, это болотный. А, извините. Некромант. Посмотрим, резнулся тут Мараколис. Улум-Улу нам очень нужно. Очень-очень. Очень-привочень. Так, давайте музыку, что ли, погромче сделаем. Вот так будет поприятней. И скоро мы приступим ко второй части. Я надеюсь, что мы сейчас за пару дней допройдем первую готику. И уже приступим ко второй. Над Старкрафт дозвучит. У меня куча партий записано. Так, Мараколис у нас не резнулся. А что нам от Мараколиса нужно? Мараколис, они живут в темных пещерах и лесах. Насколько я знаю, между Старым и Болотным лагерем есть очень темный густой лес. Между Старым и Болотным, да. Я должен добыть для Тарококлыки Болотажора. Это добыли уже. И Тролль. Как я говорил, здесь я тоже все зачистил. Огненная ящерица у нас должна быть по данному пути. Да, она хотя бы у нас резнулась. Отлично. Она кусается очень больно. Сохранимся. Хоть у нас есть... Есть. Так, теперь нам нужен Мараколис. Болотный лагерь. Это слишком интересно. Поговорим о чем мы будем другом. Нет, нет, нет. Не падай в воду. Так. Тролль и Мараколис. Тролль и Мараколис. Привет, друзья. Очень темный лес. Большой лес. Найти бы его еще. Этого Мараколиса в данном лесу. По-быстрому. По-быстрому хочется. Большой лес. Так, вот наш любимый лес Мракулюс Но если мне память не изменяла Где-то вот в этой стороне Должен находиться Ну, может и в другой части леса Мне почему-то смутно кажется Что вот здесь Ну, по мнению игры Нет, он не здесь Здесь я тоже все зачистил А вот и Мракулюс Отлично Отлично, отлично, иди сюда И монстры резнулись Или я просто в этой части не... Так, как это происходит Не приставай ко мне И падальчик Ну вот, отлично 2000 опыта мы и здесь работали Улу-мулу Улу-мулу Не падай, пожалуйста Ты здесь разобьешься И свернешь себе шею Так, ну а тролль в гористой местности Единственное место, где Может обитать тролль Это там, где мы добывали Юнитор Отсюда мы должны к нему быстро дойти Хорошая тут озвучка Приятная Птички И музыка особо Не напрягает Если можно так выразиться Может это приятно Воспоминание с детства Но Гармония тут идеальна В этом плане Так, идем мы вверх В направлении Да, нам направо Быстрого телепорта у нас В то место нету Так что пешочком-пешочком А уже В новый лагерь К самому орку Телепортируемся Да, еще до самой шахты Там бежать Да, старый лагерь закрыт Но разговоры еще оттуда Слышные Какие-то неписи Там сидят Но стража Вся убежала В новый лагерь В новую шахту И мы их всех там Поубивали По крайней мере Так что в принципе Можно было бы Спокойно захватить Старый лагерь сейчас Болотники, например Легко бы могли Его отбить Ведь новый лагерь Пострадал И тоже Сколько Стражников Новый лагерь Пострадало При атаке Да и старый лагерь Очень сильно Предел Так, мы мимо-то не пробежали? Нет Это очень хорошо Старый лагерь Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну там озеро, это начало, а нам нужно будет сейчас налево свернуть и наверх. Соловьи поют. Ну, пел, по крайней мере. Сколько лет назад была сделана игра? Качество звука отличное. Десяточек лет уж точно годики использовал. Исполнился и использовался. Да, на 10 лет точно использовалась. Сейчас все в нее с удовольствием играли. Далее 20 уж точно тоже есть. А сможем ли мы тролля сейчас запинать? Магии... Да, магии и уменьшения у нас нету. Хотя доспех у нас тоже появился хороший. Да, и тролль тоже резнулся, отлично. Гоблины, я надеюсь, не появились? Нет, гоблины не появились. А, тут детеныш. Да нет, тут тролль. Толстый тролль. Так. А вот это плохо. Есть. Из тролля 2000 опыта. Ну да, мы почти что померли, но справились. Это все. Мы добыли все кусочки для улу-мулу. Так, каменный корень. Я думаю, нам они пригодятся. Так, полечимся заранее. Бонус к жизненной силе 50. А мана есть? Бонус к магической силе еще плюс 10. Макс мана плюс 10. Отлично. Так, ну точно. Мараколис, да. Огненные ящерцы, да. Тролль, да. Ползун, да. Все. Так, болотный некромант. Эй. Четыре. Идем в шахту. И потом можно будет к Сардасу. Да, много в старых играх беготни. Я не имею отношения. Ну да ладно. Не хотел бы я, чтобы... Ну все же лошадку бы хотя бы дали. Побыстрее было бы. Или ловкость прокачать. Ну, акробатику я имею ввиду. Можно будет прыжками быстро преодолевать. Расстояние. Мне хочется очки тратить. У нас их 10. До владения двуручным оружием мастер нам еще надо 3 уровня. Лучше ни на что не натыкаться. Так, сколько нам опыта на следующий-то надо? Еще 10 тысяч опыта. Хотя... 24 тысячи. Ну где-то 5-6 тысяч опыта мы сейчас за один квест только получили. Плюс сейчас же мы его сдадим. Получим опыт. К Сардусу получим опыт. Ну я надеюсь, по крайней мере на это. Нам всегда кажется, что здесь мы упадем. Давай, мой друг. Идем в старую шах... В новую шахту. В новую шахту. О, и народ тут треснулся. Раньше было все гораздо лучше. Прикольно. А вы орки не трогали, друзья мои? Больше этого не случится. Эх, раньше было все гораздо лучше. Так. Вспомним... Вспомним бы теперь куда. Вроде правильно идем. А вот тут мы сохранимся. Трупы. Наемников старого лагеря еще остались. Значит, шахту еще, наверное, нового лагеря не заходил. Скорее всего. Что мой? Но, по крайней мере, рудокопы в таких условиях еще работают. Окруженные трупами. Как меня соседи уже достались со своим перфоратором. Руки будем да подрывать. Так. Теперь у меня есть... Здесь еще пота. Что нужно для Улу-Мулу. Чужак, сильный солдат. Дать мне вещи. Дорог делать Улу-Мулу. Вот. Чужак нести Улу-Мулу. И быть гордый. Дорог теперь спать. Спи, Торог. Спасибо тебе за Улу-Мулу. Так. Ну а нам нужно... К магам воды. Нам маны должно хватить. Не? Что такое? К магам воды. В чем дело? Так, давай тебя снимем, снимем, снимем и оденем. Четыре. Да что ж такое-то? Почему он нам так не везет-то, а? Ладно. Выйдем на улицу, там телепортируемся. Либо попробуем сейчас из другой, что ли, хотя бы. Что за бред-то, а? Ребят. Давай попробуем отсюда. Ну, бутылочек с маной у нас дофига. Или там что-то перекрыли уже. Я не хочу по этим лестницам лазить. Так, аккуратно, пожалуйста, аккуратно залази. Ну почему телепорт-то не работает? Так, нам налево. Интересно, а к Сардусу мы можем телепортироваться? Улу-мулу мы достали. Давайте попробуем к Сардусу. Получится? И к Сардусу мы не можем телепортироваться. Интересно. Такая странная у тебя штуковина. Кажется, ее сделали орки. Неужели ты взял ее у тех орков, что были рабами на старой шахте? У орков он считается знаком дружбы. Я хочу с ним зайти в город орков. Очень надеюсь, что орки не трогают тех, кто носит этот предмет. Как дела? Кругом тихо, словно в свободной шахте не осталось живых. Но если Ли не пришлет подкрепление... Ну а я... Еще увидим. Глава пять? Отлично. Сколько можно повторять? Наверное, поэтому мы не могли телепортироваться. Давайте к Некроманту. Потому что у нас менялась глава. Давайте пообщаемся к Сардусу. Нам еще два уровня, и мы сможем прокачать владение двуручным оружием. А там, если поднимемся на уровень, то добавим к ловкости, и сможем использовать наш арбалет. Орк-шаман ответил на мои вопросы. Ну и что же он рассказал? Пять шаманов, которые призвали спящего, построили ему подземный храм, вход в который находится в городе орков. Правильно. Он безжалостно вырвал их сердца и проклял их. И вынудил вечно охранять его, сделав их нежитью. Отлично. Дальше. Орки запечатали храм и стали приносить жертвы, чтобы умиротворить демона. Ты уже придумал, как можно войти в этот храм? Да, есть один орк. Он... Пожалуйста, без подробностей. Иди в этот подземный храм. Только там ты сможешь узнать, как разрушить барьер. Я тебя не понимаю. Разве ты пришел ко мне не за тем, чтобы узнать, как уничтожить барьер? Да, но... Так иди. Слишком много времени было потеряно впустую. Иди и найди то, что прячет подземный храм. Я хочу обрести магические знания. А, это только торговля. Кстати, кстати. Давайте... 350-450. Давайте двоих купим. Демоны. Уменьшение монстров тысячу вообще стоит. Рецепт взяли мощи. Шестой круг магии. Давайте его тоже купим. Ничего, деньги мы потом отобьем. Продав ему все то оружие и вещи, которые у нас завалялись в инвентарях. А, ну может сразу вещами? Да, что-то я ступил. Хотя бы тысячу оставим пока. Улум-улуму. Нет, Улум-улуму продавать не будем. Так, это уже многовато, да? Ну, я думаю, так садемся. Иди в храм. Иди. Сейчас пойдем в храм. Так, некромант. Маги воды. К магам воды. Доспех. Нам нужен доспех. Если ты думаешь, то нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить. Я надеюсь, что он все-таки готов. Волк, ну скажи, что у тебя все готово. Пожалуйста. Ну что, ты уже сделал доспехи? Я придумал, как скрепить пластины. У меня получилось. Это значит, что доспехи уже готовы? Да, конечно. Вот они. Они прочнее всех доспехов в нашем лагере. Это сразу видно. Спасибо, я твой должник. А, не беспокойся. Я всегда найду способ взять свое. Так. Что теперь на терминатора похож? Ну-ка, давайте посмотрим характеристики. Это старый доспех 70, 10, 35, 80, 15, 35. Защита от огня поменьше. Правда, стало побольше защиты от стрел, но и защита от оружия тоже больше стала. Хорошо. Так. Обратно антикроманту. И корком. И давайте проследуем корком. Ну, на вид мне предыдущий, да, доспех больше нравился. Но этот попрочнее все-таки будет. Так, давайте сразу оденем улу-мулу. Блин, оно как оружие у нас. Не, давайте дойдем сначала до... Лагеря, а потом уже оденем. Кстати, надо к старому лагеру сходить. Там у нас продавец с оружием и... Одном лагере, кто у нас оружие придает. Надо тоже посмотреть, поискать. Может, мечи получше теперь начали продаваться. Новая глава. И ассортимент должен был обновиться. Интересно, открылся ли у нас старый лагерь? Или все так же мы в него войти не можем? Да. Монстры у нас резнулись. Ну, не все, конечно, наверное. Интересно, Мараколис там так же резнулся? И вот, Мараколис здесь не резнулся. Динозаврики. Ну, тоже по одной штучке, наверное, появилось. Не вся толпа. Ну, тоже неплохо. Из жизни они уже одним ударом меньше отнимают. Так, интересно. Из лука я смогу тебя... С одного выстрела. Тоже неплохо. И один у нас выше еще. Так, а огненная ящерица тоже резнулась? Отлично. И огненная ящерица не резнулась, но... Ничего страшного. Правда, 500 опыта хотелось бы тоже заработать. О, у нас орки появились тут. Так, давайте сохранимся. 26, 35. Вот, на тебя. Уршак. А, это наш друг. Уршак говорит друг привет. Друг, найди Улумулу. Какой хороший. Друг не забыть нести Улумулу в руке, когда идти на мост. Как у тебя дела? Уршак быть здоровым. Уршак теперь искать свою Улумулу. Может, Уршак вернуться домой с Улумулу? Друг, приходить, когда нужен помощь. Береги себя. Я думал, это вражеский шаман. Это наш друг. Что ты делаешь так близко к городу орков? Уршак смотреть на братья из дома. Уршак думать, Крушак хотеть просыпаться скоро. Уршак здесь ждать и драться против Крушак, когда он проснуться. Так спящий действительно может проснуться? А ты не ошибаешься? Я кое-что слышал об этом демоне. Судя по всему, всем будет лучше, если он так и останется спать. В прошлый раз ты рассказывал, что твои братья запечатали храм. Братья Уршак, закрыть храм в земле очень хорошо. Друг, нельзя идти в храм. Друг, использовать магию братья сыны духа, как Уршак. Где я найду это заклинание? Друг, идти в пещера, где братья сыны духа, как Уршак. Но, друг, надо делать магию осторожно. Братья Уршак не любить. Улу-мулу не помочь, если друг использовать магию. Друг, надо взять знак, что лежать на колонне. Теперь знак открыть врата в храм. Хорошо, статуэтку, либо портал. Так, улу-мулу. Мы его вроде не продали. В руках. Или на спине можно так же нести. Так, давайте сохранимся. С Орком вам поболтали. Да, так достаточно. Намрог, каварог. Разговаривать он сам не хочет, но при этом... Как-то он езжает на нас. Фух, ну мы сохранились, по крайней мере. Так, а где орки? Где сыны духа? Открыть эти ворота можно? А он за нами все бежит. Тут бы он всех этих орков вырезает. Сколько опыта. Так, вниз туда спрыгнуть. Ну как-то обойти это тоже можно. Ладно, пока не нарываемся на неприятности. Пещера. Так, здесь ничего интересного. Какой-то поворот тут должен быть еще, наверное, да? А, или вон за теми орками. Пропустят ли они нас? По крайней мере, должны. Тихо, тихо. Мы добрые. У нас есть Улум-Улум. Пожалуйста, не трогайте нас. Вот этот тотем взять, что ли, надо будет? Орг-воин клана. Орг-воин клана. Пещера. А, или вот этот знак. Они ему поклоняются. Так что, мне кажется, лучше не трогать, да? Не трогайте. Может, втихаря его запинать? Преследующего нас, орка. Трон из костей. Так, сохраняемся. Ну, вроде бы он никак не реагирует. Краш Брокдар. Краш Уррок. Краш что-то там. Краш Варрок. И магии здесь нет. Может, он где-нибудь застрянет? Да нет. Так, где сыны духа обитают? Там должен быть свиток. Ну, Оргский портал должен быть. Мстительная сталь и амулет. Ну, там труп был топором прибит. Но, я думаю, топор нам точно не пригодится. А, здесь вообще человек распятый. Орк Воин Клана. Пещеры. Пещеры. Может, не эти пещеры? И телекинез. Чтоб достать ту фигурку, нужен телекинез. Так, здесь проходов нету, да? Да, это просто вырисеть я и здесь вырисеть я. Пещеры. Так, здесь тоже ответвлений никаких нету. Рядом с троном мы уже обворовали сундук. Здесь тоже ничего нету. Как он мешается сзади, а? А с нами кто-нибудь может поговорить? Орк Шаман. Побеседуй. Она тоже с нами не хочет разговаривать. Ну, еще одни пещеры остались. Давайте там посмотрим. Жалко, это Улуму мало урона наносит. А то, в принципе, выглядит достойно. Так, превращение в урочью собаку, лечение, свет, огненный шторм, дождь, огненный шар, урочи заклинания. поручи заклинания. Так, налево. Еще спуск вниз есть. Есть трапки у нас. Есть трапки у нас. Еще здесь мы не были. О, это мне точно пригодится. Так, теперь какие ворота нам нужны? Слушай, а если мы тебя убьем? На нас нападут другие орки? Мы справимся. Ух, почти Да, лук это не такое серьезное оружие Как хотелось бы Но мы справились Но водоспех нам помог в этом Так, ты на нас на пас не хочешь Отлично Так, каким же нам воротом-то надо? Мясной жук при этом не поможет А, за нами теперь другой оркстраж будет Бегать Тихо-тихо Наверное нам надо за эти ворота, да? Для этого мне нужен ключ Да, нам нужно за эти ворота Где же это наше заклинание? Свет, призыв голема, призыв скелетов, телекин... О, кстати, телекинез у нас есть Орочи заклинания Восемь И вроде на нас никто не среагировал А, не, среагировали Тихо-тихо-тихо Нафиг А вот вы и не попадете сюда Так, давайте переоденем Оружие Где наш меч? Если вдруг на нас кто здесь нападет Надо все это говно продать Кому-нибудь А где наш меч? Так, полуму Вот и все Краши, крахи А, вот Отлично сохранились Факел Надо от этого бардака избавляться Так, внутрь мы попали Так, никто на нас нападать не хочет Ну, по крайней мере, я пока никого не вижу Так Вниз падать тоже не хочется А ты что тут здесь делаешь? Что здесь происходит? И ты еще спрашиваешь Встань на колени и молись спящего о прощении Настал миг его пробуждения И час расплаты для всех неверных Будут они стерты с лица земли Я же просто хотел посмотреть Ты, жалкий черри Ты не можешь осквернять это место Ибо момент пробуждения спящего близок Я должен буду избавить его от твоего присутствия Ты не сможешь остановить меня И это все, парень За спящего Кстати, наш гор же сюда, да? Должен был уйти Другой гор Теперь еще с болотниками разбираться Ну и со скелетами тоже Так, этого козла надо было убавить, да? Сейчас будет хорошая дурака Сдух мне уже, козел Надо найти торговца А то говна у нас как-то очень много Так, старый топор, фахел Иди сюда Надеюсь, здесь магов-скелетов не будет Маги-скелеты здесь есть Надо быстрее, пока он не навызывал Не успел Хотя можно на таких скелетах качаться Они нам тоже опыт дают Так-то это пока повиси, мой друг Кстати, у нас же голем есть В следующий раз мы можем голема вызвать Плюс 300 опыта Так, направо-налево Факел Где наш факел? А пусть там валяется Привет, друзья Кстати, вас можно из лука А, из лука у них, наверное Сопротивление луку большое Ну, скорее, сюда Ну, либо из решетки Мы не можем попасть в них Как-то там очень много скелетов Чересчур много Сопротивление луку А ты стесняешься, да, напасть на нас? Вот сейчас еще опыта набьем. Свиток. Наверное, здесь тоже кнопочка должна быть. Да. Давайте сохранимся еще раз. Не, можно факел, в принципе, внести, пока врагов нет. Постамент, постамент, постамент. От какой последовательности? Есть какие-нибудь подсказки? Так, и он обратно переключился. Получается, у нас, да? Топор. Свиток. Мы, кстати, какой-то свиток подбирали. Квентина, страница в дневнике. Сильно помяты страницы, записи на ней и дразличим. Кажется, ей владел... Владелец был охотником на тролли. Свиток балера. Тут никак нельзя определить, что у нас последняя подбиралась. Новые записи в дневнике. Мне удалось пройти в храм спящего. Не знаю, что ждет меня внутри, но думаю, скоро я это выясню. Тот, кто готов отказаться от всех земных страстей и следовать тропам, правда, должен знать, где скрыт источник моей силы. Найдя его, он будет способен разрушить все, что соединяет его с этим миром и покажет, что он готов принять знания храма Нина. Мудрый пересматривает свои прошлые дела свысока, прежде чем начать что-то новое. Позиции около нового лагеря нет. Так, ну здесь просто тролль. Ладно, ну я думаю, время подошло к окончанию ролика. Ну а если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Спасибо за просмотр. Ну, я думаю, к спящему мы доберемся уже в следующем видео. Ну, не финальная битва будет, но данный квест мы выполним. Пока-пока.